Здравствуйте, Хирока. В Петрозаводске вы исполняете программу песни «Симфония Земли». И наверняка это произведение заключает в себе некую концепцию, некую идею и историю. Особенно это актуально сейчас, когда мир переживает такую непростую эпидемиологическую ситуацию, связанную с ковидом. Как вы думаете, как вы сейчас смотрите на это произведение и с чем хотите поделиться со слушателем? Знаете, я очень-очень рада, что мы можем продолжить второй сезон нашего абонемента «Орган через века и страны», потому что у нас был очень-очень долгий перерыв, и действительно очень актуальная тема, вот эта «Симфония Земли» я начала учить как раз во время пандемии, так как мы же понимаем, что мы ничто перед природой, и вот эта сила, стихия каждой природы, там и океан, и вода, и огонь, и воздух. Я хочу еще раз окунуться в эту среду и передать и эту стихию, которая приносит жизни и уносит жизни. Я думаю, что Япония уже, да, и я сама из Японии, что эта страна так или иначе уже жизнь показывает, что может быть, завтра жизни нет. То есть это всегда острое ощущение, это каждый день землетрясения, это может быть наводнение, это может быть вулкан, да, то есть мы с этим ощущением живем, потому и, наверное, мы пришли к минимализму, да, то есть если завтра нет, у нас жизнь не видим именно сейчас и здесь. И мы понимаем, что вот ценит каждый вот это мгновение, да, потому и мы просто даже на сакру смотрим и радуемся, да, у нас есть просто, как называется, так называется, что оханами, просто смотреть на сакру, потому что это может быть последний раз, да, мы видим, и от этого ощущения мир становится еще и ценнее, и красивее. А почему ваш выбор полный орган? Вы пианистка, вы заканчивали отделение специального фортепиано, и вдруг орган, хрупкая, миниатюрная девушка и такой мощный и могущественный по звучанию инструмент. Я приехала в Россию в 1998 году как пианистка, ну так как Россия – это фортепианная страна, и фортепианошкола русская – это вершина в мире, да, поэтому я как приехала, как пианистка, но так как я услышала в консерватории голос органа, я поняла, что можно научиться играть на органе в консерватории. Я пошла, было очень как случайно, да, но так как я всегда хотела играть музыку Баха, Юганна Сепастяна Баха, даже у меня был замечательный профессор по фортепиано, да, Молевой Четаркман, который олицетворял романтизм, да, и романтическая школа. Будучи, находясь в его классе, я всегда играла Бах, он даже меня назвал как-то японский Глен Гуд, да, действительно просто хотела только играть Бах, и, конечно, Бах, облик Баха, да, без органа как-то не соединяется, у меня был всегда вот орган и Бах, но так как орган – такой инструмент, мне так кажется, что недоступен для всех, да, и тогда для меня так же было, это где-то возвышенное такое, ну, сложно просто так подойти, но даже ты не представляешь, что ты можешь сама играть на этом инструменте, а когда я услышала, что если это возможно совсем рядом, то я, конечно, пошла и настолько углубилась, сначала было параллельное такое творчество, я играю на фортепиано и на органе, но потом уже специализировалась на органах. – Хирок, у вас достаточно большая гастрольная карта, это и Урал, это и Сибирь, и Юг, и Запад, и, конечно же, Восток, и вот насколько она богата, настолько богата ваша биография именно музыканта, который играет в дуэтах, то есть это и опыты органной с Жан-Пьером Стайверсом, например. Расскажите о том, насколько для вас, насколько отличается для вас работа сольно, как вот сольно вы играете, и работа именно в дуэте с музыкантом на сцене, потому что, конечно же, это и ответственность за него, это установка диалога, контакта, это, наверное, немножечко другая история, нежели сольная работа. – Я очень люблю ансамбль, я очень люблю. То есть я, конечно, люблю и сольные программы, это особо очень сложно, потому что с начала конца это как бы ты одна, как перед оркестром, да, дирижер. Но когда ансамбль, я так люблю, особенно с теми, которые можно вместе наслаждаться музыкой, и что-то вместе сделать, всегда волнуюсь, когда я ещё не знаю своего партнёра, и уже встречаемся вместе, и начинаем что-то делать. И даже для меня становится инструмент, на каком инструменте партнёр играет, это становится неважно, если этот музыкант – музыкант. И, например, с Джампером это всегда огромная радость, так как у нас совершенно разная школа, разная манера, и я очень многому учусь. И как Джампер тоже говорит, что он тоже многому учит, да. И удивительное ощущение, что когда, ну, например, запись слушаешь, как мы играем, это как будто один человек играет. Интересный у вас концерт был, дуэт с Вероникой Кожухаровой, с российской саксофонисткой. В чём он интересен? Мне кажется, что всё же орган и саксофон, хоть они имеют одну духовую природу, но, тем не менее, это инструменты разные, они далеки друг от друга, как инструменты по своей физике, по музыкальному звучанию. И так же вы с Вероникой, музыканты разных мировоззрений, мировосприятий, всё-таки японская сдержанность, точность, вот способ исполнения, и вот этот вот русский экспрессионизм, эмоциональность, и вот вдруг эти два мировосприятия, два мировоззрения, не побоюсь этого слова, они сталкиваются на сцене, и вот происходит такой союз необыкновенный. Мы уже, сколько, 12 лет вместе играем, это, я думаю, что очень долгий период, и я очень надеюсь, ещё и ещё будем играть, но мы как будто ещё вчера встретились, да, то есть такое свежее у нас отношение по музыке. Все самые ценные эмоции, они, скорее всего, передаются с помощью музыки. Когда вы выходите на сцену, и организм начинает по-другому работать, и всё, что вы чувствуете, и не можете высказать в жизни, наверное, и всё это, наверное, это чувствуется, и музыка, наверное, меняет пространство всё-таки. Абсолютно, да. Наверное, у каждого человека есть такой опыт, да, когда уже после концерта настолько ты уже другой человек, пространство что-то изменилось, да, наполненное, и, конечно, через музыку можно все грани, да, эмоции и правду сказать, которые… Ну, сложно хоть в жизни сказать правду, да, бывает. Вот, и передать, послать людям что-то настоящее. А насколько для вас важен диалог, интерактив с залом, когда вы чувствуете, что слушатель вас слушает и слышит? Мне очень очень это важно, да. Да, и, конечно, пандемия показала, что настолько я счастлива играть живым людям, потому что были онлайн-концерты, я понимала, что это просто ничто. То есть мы можем просто людям играть и через музыку всё передать, это настолько важно для меня. Органная музыка – это музыка, безусловно, вне времени. Но есть также понятие современной органной музыки. На ваш взгляд, какая она? Ведь есть музыкальная традиция композиторов Баха, Бокстэхоуды, Сезара, Франка, Брукнера. И созвучны понимания и традиции, и идея этой музыки для органов современных, например, композиторов. Баха тоже писал не только церковные произведения, и также светские. Он много тоже переложений занимался. Есть скрипичные концерты в Вивалде, казалось бы, и он переложил для органа. Это значит, что он слышит тоже как орган, как инструмент оркестр, то есть разного такого направления. Также я играю вот этот при Люде Фуго, ми бимо мажор, это троицы, потому что это и три темы, и три знаки, тональности, и так далее. А французская школа – это больше, наверное, красок, и тем более… Но это тоже по эпохам разные. И что именно сейчас современный композитор? Ну, чаще всего, я думаю, что они отходят именно от традиции. Они хотят показать с другой стороны орган. Ну, например, есть замечательный композитор, Адвамис, голландец. И как раз у него настолько всё звучит свежо. Он пишет в минималистическом стиле, но это совершенно что-то новое. И мне кажется, так как именно в Европе орган олицетворял религиозное направление, что сейчас композитор подходит к органу с другой стороны. Махирока, вы много пробовали себя в конкурсах, но один из них стал для вас знаковым и историческим. Это конкурс органистов имени Микаэла Тривердиева, который проходит раз в два года в городе Калининграде. И после успеха на нём в 2006 году вы стали солисткой Калининградской филармонии. Расскажите подробнее об этом конкурсе, в чём его уникальность. Я узнала об этом конкурсе от педагога своего по фортепианам на Молливуде Штаркмана. Он был последние годы в Калининграде, играл «Вечер». И там мы познакомились с вдовой Микаэла Леоновича, Вера Тривердиева, который сейчас директором кафедрального собора в Калининграде. Он привёлся и сказал, что мне нужно попробовать, так как он всегда поддерживал, что я занимаюсь органом. Это не так часто бывает, потому что чаще всего педагоги по фортепиано говорят, что вот в душе портят и так далее. Но у меня был другой опыт, слава Богу. Он сам играл на органе, он учился у Александра Гетки. То есть это тоже был такой замечательный опыт. И уникалности этого конкурса, я считаю, что именно ху-джури. То есть тебя слушают не только русские музыканты, а именно кумиры органного мира. А какие сейчас программы, репертуар какой в разработке, и что вы планируете в ближайшем будущем сыграть для слушателей? У меня где-то в году бывают 4-5 разные программы. Наверное, это как бы максимум. Было бы лучше. Но чаще всего многие музыканты за один сезон 1-2 программы. Но так как я работаю в Херармонии, это постоянные обновления, просятся в одном месте. Поэтому я делаю очень много программ. Сейчас будет тур по Сибири. Я хочу именно эту программу, которую в Петрозаводске буду играть, представить. И также ансамбль, который должен был из Японии приехать, это хиде-хиде, народный ансамбль. Поэтому будет уникальный солист, трубачий, контртенор из Мариинского театра, Геннадий Никонов. Мы с ним будем в Перме встречаться. Это очень тоже волнительно, потому что мы никогда не играли. И также у меня будет с музыкантами из Саратова. Мы очень дружим. Габуист Владимир Скляленко и замечательная пианистка, клавеснистка Элена Лилюк. Если представить себе, что орган – это машина времени, благодаря которому вы можете побывать в любом временном пространстве и сыграть то произведение, которое, возможно, для вас является пока ещё мечтой, может быть, целью уже. В каком бы времени вы бы побывали и какое бы произведение в этом временном пространстве вы бы хотели исполнить, если пофантазировать. Ой, да, я даже не знаю, как сказать, но я очень хотел бы вернуться в 17 век. когда вернуться в 17 век, услышать, как Бах сам играет орган. Вот это была бы моя мечта, если возможно, и поговорить с ним. А какие бы вопросы вы бы ему задали в процессе этого диалога? Ой, я даже не знаю, я просто хотела бы вечно его слушать, как он играет. Иоганн Себастьян Бах Гений Самый незабываемый концерт Донецкий Любовь Необъяснимое чувство и невозможно купить Женщина-органистка Сильная личность Профессия-органист Очень однозначно Всегда неудобно Самый счастливый случай в профессии Единение с сослушателями Основная роль музыки Передать самое важное и правду Генщина-органистка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok